Храм Державной иконы Божией Матери, что в столице Среднего Урала отметил престольное торжество. Церковь возведена рядом с историческим зданием Старого железнодорожного вокзала, куда 30 апреля 1918 года прибыл поезд с арестованными императором Николаем Александровичем, императрицей Александрой Федоровной, Великой Княжной Марии Николаевной и слугами. Державный храм является частью Екатеринбургского царского маршрута, туристско-паломнической экскурсии по местам, хранящим память о святых царственных страстотерпцах. В 1918 году, недалеко от места нынешней церкви, поезд, в котором находился Николай II с супругой и дочерью, постоял несколько часов. Чудотворная икона Пресвятой Богородицы Державная была явлена чудесным образом 15 марта 1917 года, в день насильственного отречения государя от престола. Также в этот день отмечалась память святого Федора Тирона. Память святого великомученика Федора Тирона напоминает нам сегодня о том, как Господь посылает этого дивного мученика святого, чтобы избавить народ Божий от исквернения. А память Державной иконы Пресвятой Богородицы, конечно же, отсылает нас на 100 лет назад, если быть более точным, на 102 года назад, к тому времени, когда к страшному состоянию пришло наше русское общество, наш русский народ. Обращаясь к собравшимся, владыка напомнил всем притчу о том, как в субботу апостолы собирали колосья хлеба. По имя иконы Божьей Матери Державной, память святого великомученика Федора Тирона, наверное, каждый из вас, кто ходит не в первый раз в церковь, и никто не в первый раз начинает поститься великим постом, обращал внимание на это очень символичное чтение, которое сегодня предлагает Святая Церковь для нашего назидания, о субботе, о том, как ученики Христовы срывали в субботу пшеницу и кушали, когда шли по дороге. Это была суббота, и вроде бы делать было ничего нельзя. Фарисеи чтили закон и осудили Христа и его учеников. Но Господь напоминает о том, что вера не заключается в одном лишь соблюдении установленных правил и предписаний. Когда люди забывают о любви и прощении, о милосердии и служении и заменяют все тщательным исполнением внешнего, духовная жизнь теряет смысл.